ребят всем привет давненько с вами не общались ну и конечно же задавайте вопросы я их обязательно почитаю в чате сегодня я бы знаете хотела бы такую тему раскрыть мне ребята очень часто говорят об этом но и конечно же я с этим столкнулась я думаю что с этим столкнулся конечно же каждый из вас и я бы хотела сегодня тему когда ты боишься всего когда тебе кажется что у тебя не получится что ты не такое как все они лучше там они больше они шире они глубже они умнее красивее худее толще и много много еще всего и в связи с этим мы много моментов откладываем я много откладывал давайте я тогда себя а кто узнает себя тот напишет либо вопрос если что-то интересует либо уже как-то по-другому сориентировать я могу сказать что я всегда в жизни был то есть мне все время нужно было что-то добиваться мне все время нужно было делать какие-то ты такие проекты которые не делал никто и эти проекты делала по разным причинам конечно же одна из причин это было с понимая доказать доказать что я молодец доказать что я не хуже доказать что я не просто так родилась спасибо что что родили на этот свет и я очень часто слышала но уже в осознанном возрасте в детском конечно тоже но сейчас я даже не буду касаться ребенка возьму даже те моменты когда во взрослой жизни я все время слышала что у тебя не получится зачем делать открывать там такой-то такой-то бизнес таких бизнесов полно зачем его переделывать зачем создавать велосипед когда уже все сделано сюда не иди тут уже специалистов полно туда не иди там ты не нужна туда не обращайся это не реализовывай здесь не делай ты не такая талантлива ты не такая успешно ты этого не знаешь ты этого не изучала и много-много всего что мне говорили и и я понимала что меня было не остановить то есть я в любом случае шла но это было не из любви к себе не состояние того что я ух делаю такое классное дело а я как раз шла из состояния знаете как выгрызаться зубами ногтями и тогда очень не всегда понимала а я это делаю для себя или в доказательство кому-то что я это смогу и эти моменты когда ты идешь не из состояния любви не состояние чего-то нового которая может как-то по-иному по-другому вывести тебя твои и твоих окружающих на какой-то другой уровень а ты это уже делаешь из того что но я же сказала я не могу дать заднюю мне же это нужно сделать и это вот гонка сама с собой она абсолютно бесполезно она больная но в определенный момент этого не понимаешь это идешь делаешь и делаешь и вы наверное не раз встречали финансы возможности куча людей вокруг них но нет этого счастья нет счастья самого себя и когда человек полностью закапывается вот это в этом в этих материальных благах то очень часто бывает что он неосознанно дает сигнал себе стоп стоп все хватит и сваливается с какой-то болезнью сваливается с каким-то моментом который выводит его на какую-нибудь жизненную ситуацию которая действительно тяжелая для него это либо касаемо здоровья это касаемо его близких это касаемо его бизнеса неважно и только если он доходит до своего дна от которого он может оттолкнуться он там понимает но не все я у меня такое было что указывается вокруг меня были те люди которых я создала призму своего восприятия каким долл какая должна быть семья какие должны быть друзья какой должен быть бизнес какое должно быть окружение и это все вот это вот должно быть знаете через какой-то гламур через глянцевые журналы и когда ты попадаешь вот в это состояние состояние предсмертное да так его назовем ты четко понимаешь что ты себе придумал этот мир не потому что ты плохой не потому что ты одинокий потому что ты не знал есть у себя и когда ты понимаешь ты 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 и есть этот мир а мир разве может быть одиноким мир разве может быть неполноценным не цельным Он разве может ошибаться? Он может быть ненужным где-то? Ведь никогда. Твой мир — это и есть ты, частичка тебя. И когда у тебя приходит это осознание самого себя, этого процесса взрастания, вот этого зернышка, никогда ты думаешь, что ты уже родился, ты уже вырос, у тебя уже такой большой взрослый аватар, а внутри-то тебя нет. Нет, внутри-то свое зернышко ты не взрастил, тебе не показали как, тебя не научили как. Не научили просто потому, что не знали. И когда ты взращиваешь себя, тогда тебе уже не нужно кому-то что-то доказывать. Тогда каждое дело, которым ты готов себя окружить, это истинное твое состояние на данный момент. И тебе тогда уже не нужна поддержка. Тебе не нужен тот результат, за которым ты раньше гнался, стирая в кровь ноги, когти и все на свете. Ты понимаешь, что ты просто кайфуешь от того, что ты делаешь, и не важно, что это. Это какие-то ролики, которые ты делаешь не для охватов, которые ты делаешь не для подписчиков, которые ты делаешь для себя, для своего мира, потому что тебе просто кайфово расковаривать и рассказывать про себя, рассказывать про какие-то моменты, которые помогают людям. Потому что тебе когда-то это помогло. Когда-то ты хотел собирать улицы, выращивать цветы, шить одежду, ремонтировать машины, возить людей. Просто потому что ты кайфуешь от этого, потому что тебе нравится ездить за рулем, потому что тебе нравится готовить для кого-нибудь, тебе нравится прибирать что-то, тебе нравится шить. Не потому что это престижно, не потому что ты делаешь это, а потому что ты в этом состоянии начинаешь петь самого себя. И когда ты это познаешь, тебе не нужно поощрения кого-то, потому что каждый, кто будет тогда в твоем мире, он будет только отражением тебя, потому что это и будешь ты. И ты тогда пойдешь только на расширение, на какие-то более масштабные дела, более масштабные действия. Не с позиции взрастания только финансовой какой-то компании, а с позиции расширения себя, как тотальной любви, как безусловного добра. И ты начинаешь чувствовать абсолютно другое, что происходит в тебе. И когда ты начинаешь разрастаться, когда ты понимаешь, что ты есть мир, и ты начинаешь понимать, что ты есть мир в твоем жилище, потом ты понимаешь, что ты есть мир на твоей улице, в твоей стране. на твоей планете. И ты выходишь дальше. Дальше, познавая себя, опыляясь через все то, что есть вокруг тебя. И да, когда мне начинают писать, что материальное – это не главное, то что-то у нас главное. А почему мы должны выделить главное? А сколько есть таких примеров, когда тебе говорят, а какая рука у тебя главнее, правая или левая? Какую руку мы отрубим, правую или левую? Но это же… Это вроде бы и та, и та рука. И каждый выполняет свой функционал. И ты не можешь сказать, какая важнее или какая главнее. Ты не можешь дать какую-то руку себе обрезать. Так почему ты закрываешь на себе какую-то грань, грань чего-либо, грань материи, грань красоты, грань любви, грань принятия либо отдачи? Это же тоже все ты. И когда я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, о, еще один марафон, еще один марафон про деньги, ой, ну тут все понятно, почему ты это не принимаешь? Почему ты не принимаешь часть себя? Ведь ты сам состоишь из материи. И не важно, какая это материя, это шуршалки, это какие-то цифры в твоем телефоне, это вещи, это камни. Это тело твое, это все материя, которая в этой плотности, где ты можешь ощутить свои чувствования через материю, чтобы перейти на следующий уровень. Как ты это перейдешь? Почему ты думаешь, что уйдешь куда-либо, депривировав себя от социума, ты станешь более умным, осознанным, просветленным? И что такое социальная депривация? Это смерть, одна из граней смерти. Да, социальная депривация – это одна из граней смерти. И у смерти, точно так же, как и у любви, у благости, есть тоже очень много граней. Какую грань смерти ты не принимаешь? А что такое грани? И вот когда ты собираешь все грани в себе, а чтобы их собрать в себе, не просто полюбить, а быть ими тотально, то только складываясь этими гранями, собираясь как пазл, ты становишься цельным кристаллом, через который идет энергия и запускает тебя в следующую плотность. Ребятки, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу, а если нет вопросов, то я буду закругляться. И, конечно же, жду вас на проработке тех граней, которые вы считаете, что вам нужно принять, осознать и стать ими. и не пищи, пищи, финансов, что в тебе нет, что ты отрицаешь, что ты отрицаешь, почему ты думаешь, что ты этого не достоин? Ведь все, что тебя окружает, это создано тобой. Почему ты этим не берешь? Почему ты не готов этим пользоваться? Почему ты не принимаешь то, что ты создаешь? Это как родитель, который создал свое дитя, а потом не принимает по каким-то своим критериям. Потому что ребенок должен быть таким. Он должен думать так, он должен делать вот это. И это касается хоть чего. Религии, политики, еще чего-то. И у тебя идет непринятие твоего дитя. Ты его отрицаешь. Но это часть тебя. И все, что ты не можешь взять в этом мире, здоровье, красоту, финансы, это все отрицание части тебя. Готов с этим разобираться. Это больно. Это действительно больно. И знаете, ребят, как бы это ни было, самое сложное проработать то, чего больше всего в этой плотности. Самое сложное проработать финансы и тело. Тело. Ты вроде бы им являешься, но ты его настолько отрицаешь, что даже не готов его слушать. Финансы. Это всего лишь тот инструмент, через что ты готов понимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok